Всем привет! В этой части расскажу о знаменитых тинтах для щек, губ и глаз от Бекка. Начнем с тинта для щек и губ, который называется Beach Tint. У меня он в оттенке Watermelon. Это уже такой культовый продукт. У этого тинта очень легкая, нежирная кремовая текстура. В состав входит силикон, поэтому этот тинт гораздо легче наносить. Он отлично распределяется по коже и есть больше времени для растушевки, чем у обычных тинтов других марок, которые моментально впитываются, как бы ввидаются в кожу и их потом очень проблематично смыть. Этот тинт отличается тем, что даже если его носить в качестве помады, губы сушить он не будет. Больше всего мне, конечно же, нравится использовать его в качестве румян, потому что он дает очень натуральный свежий румянец. Он держится весь день, даже на жирной коже. Цвет не тускнеет, он никуда не стекает. С этим тинтом вполне можно плавать. Он содержит витамин Е, не содержит консервантов и парабенов. Запах у тинта достаточно сильный, но очень приятный. Пахнет он сладким арбузиком. В этом удобном и гигиеничном тюбике 7 мл. И стоит такой тинт 20 фунтов. Еще раз покажу свотчи. Это Beach Tint оттенок Watermelon. Тинты для глаз от Becca это очень необычные и своеобразные продукты. По текстуре они похожи на предыдущий тинт для губ и щек. Они супер легкие, кремовые, но высыхают в пудровый финиш. Когда я прочитала на сайте про то, что они не будут скатываться на веках, я достаточно скептически к этому отнеслась. Но когда протестировала их на себе, я была поражена тем фактом, что они действительно держат свое обещание, если их сверху закрепить пудровыми тенями, пигментами или просто прозрачной пудрой. Для меня эти тинты это пока что единственные альтернативы базам под тени от Urban Decay. Но в отличие от Primer Potions, которые стягивают веки немного, эти тинты совершенно не ощущаются на глазах. Они отлично носятся весь день, даже на жаре. Еще раз повторю, что эти тинты слегка припудриваю сверху, тогда они лежат как прибитые. Сами по себе на мне они скатываются. Итак, как использовать эти тинты? Во-первых, если у вас нет таких проблем с тем, что тени на веках скатываются, то эти тинты для глаз вы можете вполне носить сами по себе, просто распределив их по веку пальчиком или кисточкой с синтетическим ворсом. Степень покрытия легко варьируется. Можно получить как легчайший, еле заметный оттенок, так и достаточно насыщенный. Чтобы уменьшить насыщенность цвета, мы просто растягиваем тинт пальцами из стороны в сторону. Чтобы увеличить насыщенность, то похлопывающими движениями вбиваем и наслаиваем средство. С этими тинтами очень-очень легко работать, и они тоже дают достаточно времени для растушевки. Во-вторых, как я уже сказала до этого, тинты от Бека это прекраснейшие базы под тени, которые действительно работают, не дают теням скатываться целый день и увеличивают интенсивность оттенков теней, которые вы положите сверху. Ну и в-третьих, всегда можно смешать эти тинты между собой или с другими кремовыми средствами для получения уникальных оттенков. У меня есть два оттенка, как вы уже заметили. Первый называется Pewter. Вот так вот он выглядит. С ним очень легко сделать, как драматические Smoky Eyes, так и какие-то легкие дневные варианты. Как я уже говорила, насыщенность оттенка на глазах легко варьируется, и можно накладывать любые тени поверх этого тинта. Второй оттенок называется Vicuna. Это нейтральный оттенок, который я использую для того, чтобы просто выровнять тон век, скрыть красноту и какие-то венки. Он идеально подходит для так называемого No Makeup Makeup Look. И на светлой коже им можно сделать деликатный и очень натуральный контуринг глаз. Тюбики с тинтами для глаз точно такие же по объему, как и тинты для щек. 7 мл за 20 фунтов. От душек у этих тинтов нет никаких. Ссылки на онлайн-магазины, где можно заказать эти продукты, я оставлю в информации под видео. Впереди будет еще два видео с обзорами на косметику Бекка, так что не пропустите. Я расскажу о двух сногсшибательных палетках, о моей любимой туши для ресниц, о блеске для губ, которая увеличивает объем, и о лаках для ногтей. Всем большое спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео. Пока!